Сейчас такое открытие. Здравствуйте. Здравствуйте. Артём Михайлович, да, по-моему? Да, Тарас, да. Да. А куда вы пропали, расскажите? Из шахмат вы имеете в виду? Ну, конечно. Ну, шахмат меня выдавил господин Каспаров. Как же он так смог? Ну, он появился и сказал, что всё, что мы сделали до его появления в 2000-2001 году, всё это чепуха, что он теперь возьмётся за коммерциализацию шахмат. Фидекоммерс компания в Англии должна быть ликвидирована. Все расторгнуты договора наши со спонсорами, и он всё берёт на себя. Ну, и вы ему дали? Ну, к сожалению, в тот момент у Кирсана Николаевича было тяжёлое положение. Были выборы в Фиде и были выборы в Калмыкию. И этот такой шантаж с его стороны Каспарова сыграл, наверное, большой роль. И получилось так, что ему были переданы как бы... Ну, вот у нас была компания «Октагон», с которой 9 месяцев мы вели переговоры, прежде чем подписать контракт на коммерциализацию шахматов. А Каспаров был с АМГ, с конкурентом. Ну, буквально такие буквы все эти вот. В чём мы предлагали вместе с Кирсаном Николаевичем Каспарову долю в этой компании «Видокоммерс». Он сказал, что это меня вообще не интересует, у меня только Америка. И через полгода он покинул шахматы, разрушив всё, что было сделано до него. Я так интерпретирую эту историю, поскольку я сам участник. Ну и всё. И мне вот пришлось улаживать конфликт с «Октагоном», который мог пойти в суд на Фиде, потому что права на коммерциализацию шахмат были даны ассамблеей турецкой шахматной, не просто Кирсаном Николаевичем. Ассамблея проголосовала тогда за право «Октагона» заниматься шахматой. Мне удалось уладить процесс, то есть судебных процессов не было. Хотя «Октагон» потратил большие деньги, потому что мы делали трансляцию «Гран-при» из Нубая за их счёт. Придумали вот этот новый формат показа шахмат по телевизору. И мы вообще шли к тому, что в 2002-2003 уже была готовая миссия, и мы могли разместиться на Нью-Йоркской бирже, как Фиде Коммерс, продав на мой, по моим расчётам, на полмиллиарда долларов акций этой компании Фиде Коммерс. Ничего себе. Потому что мы имели историю всей федерации шахмат, мы были единственным юрлицом, который занимался созданием «Гран-при», финансированием. Да, и поэтому мы имели все шансы быть, очень здорово катироваться. Тогда не было кризиса. Вот это всё поломал господин Каспаров. А как же ему, ну что, настолько мощная фигура, что ему никто не смог противостоять, все видели, что творится. Он настолько мог вредить, что он и делал. Он ездил по турнирам большим, там, Линарис, там, Виаконзи, и говорил, если вы с Фиде, то меня больше на турнире не увидите никогда. И турниры шли на попятое. Так он же в тот момент уже не играл, наверное? Ну как, играл. А, играл ещё? В 2000-й год. Он последний год играл. А потом он ушёл, когда он всё это разрушил, насколько я знаю, задолжал большие деньги в Израиле. Он теперь в Нонград и туда не уезжает. 6 миллионов он должен там. Спонсорских денег, которые исчезли. А они выделены были на шахматы? Это слухи, я не могу точно сказать. По моим слухам, да. Выделены были ему. На развитие шахматы. Конкретно ему, лично ему? Ему лично, конечно. Каспарову все лично дают деньги. Вот, ну а сейчас я не в них шахматы приехал, а к своему другу Крисану Николаевичу. А, ты с ним ещё поддерживаете отношения? Нет, ну мы друзья, я понимал его ситуацию в тот момент. Понимаете? Это надо будет понимать. И он ничего не мог сделать просто, потому что там была такая атака на федерацию. Зато это способствовало объединению всё-таки. А беднее Кавостки? Ну, в то время не могли объединиться, не могли выбрать единого чемпиона. Помните, были же разные вещи. Вы-то все помните. По-моему, благодаря вот тому, что с Каспаровым получилось какой-то альянс, всё-таки шахматы объединились. Как бы не печально там было, что мы потеряли много коммерческих возможностей, но... А вот то, что Каспаров сейчас опять... Он же как бы... Опять создаёт что-то. Ну, он... Да, он главный конкурент Ильин Жинову. И вот были выборы. Он, правда, проиграл. Знаю, знаю. Ну, Каспаров, он великий боец. А мне кажется, великий разрушитель всего. Всё, за что он берётся, он разрушает. В том числе и демократию в России попытался разрушить. Но... Ну, она всё равно стоит и стоять будет, да? Ну, вот... Он проигрывает. Нашу демократию никто не в слове. Он же проигрывает. Он же проигрывает. Он репутацию, Кирсан Николаевич, разрушал всю жизнь свою. Всеми способами. Какими угодно. И это просто, ну, не знаю, удивительное какое-то внутреннее самообладание, если хотите, да. Вот эта реакция спокойная Кирсана Лёмжинова на все его высказывают. Я бы побил его просто, Каспарова. Поскольку я кандидат в мастера по боксу, я бы это сделала. У вас есть возможность. Элементарно совершенно. Вы всё ещё можете это сделать. Не хочу. Подождите, а скажите мне теперь хорошее... Хорошее мне хорошо, что здесь шахматы, что красиво всё, что вот ещё партии играются. А вы, кстати, не видели, нет? Где сейчас Кирсан? Я его здесь видела. Он, по-моему, в ВИП-зоне. Подождите, вы мне скажите, вы видите, что все права принадлежат одной компании? То, что вы, по-моему, тоже хотели сделать или нет? А какие права на что? На трансляцию? Нет. В то время «Октагон» хотел заниматься трансляцией, но международной, всемирной. А трансляция сейчас какая? И этого формата нет. Для публики, для тёти Мани, для дяди Пети мы делали формат передачи, который бы придерживал у телевизоров непрофессионалов. А вы хотели именно на телевидение войти? Именно так, конечно. И мы бы вошли, и были бы огромные спонсорства. И мы сделали же формат. Мы же сняли один чемпионат именно. Ну, вы сняли, но вы же не знаете статистику результатов до этого. А он не вышел в эфир, потому что тут же был скандал в этот же год. Но вы всё ещё верите, что шахматы могут на телевидение войти? А я это видел своими глазами. А вот так, да? Это было чудо. А что нужно сделать, чтобы они были интересны на телевидении? Ну, милый мой, ну давайте, ладно. Трансляция из дубайского первого гран-при была сделана октагоном, очень хитро. Были проделаны дырки в столах, они снимали шахматиста снизу лицо. Когда он потел, когда он терял несколько килограммов, были понятны эмоции. Второй, за кадром сидели три комментатора. Один просто комментатор, второй, который играл последний раз в пионерском лагере в шахмате. А третий профессионал, ну, на уровне мастера спорта международного. Сначала комментатор говорил, я что-то ничего не понимаю, почему лошадь стоит вот здесь, а не там. Ему это объясняли, пока люди думали. Ну, дебют быстро проходили. Тогда, значит, человек-новичок в шахматы говорит, ну, сейчас вот он пойдёт пешкой. Тогда ему мастер говорил, если он пойдёт пешкой, посмотри, что будет, показывая вперёд сигнал. Пока и было мышление, это была живая. Очень интересно. Да, а потом мастер говорил, да он же здесь будет играть офицером там. А это всё было? Конечно. А гроссмейстер играл ладьёй. Потому что мышление гроссмейстера не совпадало с мы... Это было так интересно. И дальше шёл опять анализ. А что он сделал? Если он сделал ошибку, моя жена, которая никогда в жизни не смотрела шахматы, не отрываясь смотрела эту программу, и говорила, слушай, я понимаю, он же делал глупости. И вот эта эмоция, которая возникала, что ты, во-первых, умный у телевизора, ты всё понимаешь. Во-вторых, это спорт. Это всё слилось в одно. Это была вот такая программа безотрывно. А когда наступал иншпиль, и они играли, двумя руками двигая, да, эти все штуки с огромной скоростью, всё это было бы снято просто без звука. И вдруг кто-то пожимает руку и говорит, я проиграл. И тогда откручивали обратно и показывали медленно, какие ходы они делали в иншпиле. Оказывается, каждый ход был продуман, а не так, как казалось, что лишь бы закручивать всё. Безумно интересная программа. И этот формат они сделали. Его можно повторить когда-нибудь. Ну, кто-то захочет. Вы для чего это всё снимаете? Я пишу для шахматного сайта. Расскажите вообще, а чем вы занимаетесь? Я вас видела, вы взяли какую-то область. Какую-то вы взяли область. Какую область. Какую-то область, я помню, я про вас читала. Я проиграл очень много выборов. Нет, я работаю директором института инноваций генеральном, да, своего же института, но занимаюсь изобретениями, изобретательными. Я очень доволен жизнью. Живу в Москве давно, с тех пор, с 2000 года, 14-15 лет. С Англией уже ничего не связывает. А где лучше, в Москве или в Лондоне? Это риторический вопрос. Ладно, пошел. Огромное вам спасибо. Счастливо.